Друзья, продолжается наш прямой эфир и прямо сейчас узнаем, как же красиво вести диалог, как-то делать правильно и так, чтобы собеседнику захотелось с вами встретиться снова и снова. Именно об этом и поговорим с экспертом по этикету и протоколу, кандидатом филологических наук Евгении Сахаровой и экспертом по коммуникациям Алексеем Чеботаренко. Доброе утро! Доброе утро! Расскажите, пожалуйста, ну, конечно, когда люди знакомы, да, когда друзья, там все понятно, не возникает никаких трудностей, когда мы впервые видимся с человеком. Хочется, естественно, показать себя во всей красе, выглядит достойно. С чего начинаем разговор? С просьбы, с комплимента, с вопроса? Для этого существуют так называемые речевые этикетные формулы. То есть что вообще такое наша речь? Когда мы смотрим друг на друга, мы понимаем, есть какой-то у нас барьер восприятия или нет. То есть это своеобразная коммуникативная система установления контакта. То есть мы, когда посмотрели, вот, уже симпатичный человек, надо уже с ним заговорить. Ой, вы как раз на меня посмотрели. Вот, приятно. Да, спасибо. Это он симпатичный. Он симпатичный. Все симпатичные. Нам хочется с вами познакомиться. И уже возникает действительно необходимость заговорить. Каким образом? Скажу, добрый день, здравствуйте. А вы мне на это ответите, например, но. Здрасте. Но. И дальше что? Да, да. Вы можете ответить но. Вы можете ответить здрасте. И таким образом я понимаю, вот, эта система свой-чужой распознаю. И вот если чужой, а хочется продолжить? Не хочется. А, все, сразу не хочется. А этим способом он отсекает вот это желание продолжать этот разговор. И скажу, подскажите, пожалуйста, который час, если у вас есть часы? Человек мне скажет, который час, и я больше не захочу с ним знакомиться дальше. То есть мы в этот момент вот снимаем или останавливаем как раз-таки эти психологические барьеры восприятия или коммуникации, которые нам потом дают либо продолжить, либо остановить диалог. То есть это так называемый тест. Мы проверяем, нравится нам общаться, не нравится, не понравилось, но тогда нейтрально заканчиваем, уходим, понравилось, продолжаем общение и с удовольствием. Если я с незнакомым человеком, с незнакомой к аудитории, например, да, раньше была такая форму «милостивые государи, милостивые государы», и сегодня это у нас господа или уважаемые господа, и начинаем дальше вести беседу какую-то. А как же товарищи? Товарищи тоже вполне возможно. Есть ситуативное обращение, которое мы сохраняем в среде, например, военной, потому что есть там товарищ подполковник, товарищ майор, эти обращения еще остались. Ну, а скажите, вот такая привычная жизненная ситуация, наверное, вот как реагировать на новость, либо рассказ, который мы уже слышим в миллионный раз. От одного и того же человека. От одного и того же человека, но он так это рассказывает эмоционально, вот все как переживая впервые. Вежливо, 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 вежливо. Слушаем еще раз. С умажением, как воспитанный человек, слушаем еще раз, улыбаемся. То есть, опять же, вы спросите те же эмоции, как впервые услышали? Ну, только в нейтральной форме, такой близко к нейтральной. Ну, вы можете, конечно, сказать, да ты что? Ты же уже сто раз это рассказывал. Нет, 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 позволь я угадаю. И закончилось вот этим. Откуда ты знаешь? Где-то я это слышал. Да, возможно. Да, ты уже просто это рассказываешь. Очень такой, наверное, важный момент. Переход ты, вы, когда... Что такое переход на ты? Это снижение дистанции. То есть, мы всегда с вами... Хотя изначально в русском языке не было, например, обращения на вы. И всегда был Господь Бог на ты. Сегодня в молитвах до сих пор осталось обращение на ты к Господу. Сегодня, точнее, было тогда царь-батюшка, не вели казнить. А сегодня уже у нас вы-вы-вы к незнакомым людям. Когда я, как женщина, имею право, например, перейти первое на ты, я тогда предлагаю мужчине, ну, да ладно уже, давай на ты. То есть, я уже предлагаю снижать дистанцию. То есть, преимущество все равно, да. А когда мужчина, ну, это в советской ситуации, да, когда мужчина говорит женщине, ну, что ты выпендриваешься уже, давай на ты перейдем, да, это совершенно невежливо, поэтому не стоит так делать джентльменам. В деловой ситуации начальник решает, позволить ему своим подчиненным на ты перейти или нет. А является ли дурным тоном во время беседы не смотреть в глаза собеседнику? То есть, вот все отводя, отводя по сторонам? Тоже ситуативно, потому что есть слушающие нации, например, азиаты, они вообще сидят, закрывая глаза, деловые переговоры, а вам кажется, что на переговорах сидит ваш партнер и спит. На самом деле, он внимательно слушает. Это просто такая нация. Поэтому нет какого-то страшного там того, что уже человек вас не слушает. Спасибо вам огромное. Друзья, сегодня мы попытались разобраться в правилах культурного, вежливого общения вместе с нашими экспертами Евгением Сахаровым и Алексеем Чеботаренко.